МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа подробностей. Вчера свое пятилетие отметило Рязанское информационное агентство Медиа Рязань. Дата, конечно, менее значительная, чем 20-летие Рязанской областной думы, но, на мой взгляд, это не менее важно, поскольку качественной интернет-журналистики в Рязани сейчас немного, и потому мы не могли не воспользоваться случаем, чтобы на эту тему поговорить. У нас в гостях основатель 11-го Медиа Рязани Алексей Иванов. Алексей, добрый вечер. Добрый. Да, предлагаю сразу все-таки условиться и говорить на ты, поскольку давно друг друга знаем. С чего все начиналось? Как вообще появилась идея создать в Рязани информационное агентство, которое каналом коммуникации использует сеть интернет? Это был 2009 год. Было понятно, что аудитория, реклама дателем в интернете будет увеличиваться. Это уже на тот момент было очевидно. Соответственно, уже были участники этого рынка. Но как бы вот решили... Думал я над этим долго, года два. Но руки дошли в 2009 году как раз на пике кризиса. Так и совпало, что уже оттягивать было нельзя. На сегодняшний день интернет-СМИ и интернет-СМИ пятилетней давности – это все-таки разные вещи. То есть за эти пять лет рынок, скажем так, существенно преобразился, и доля людей, которые узнают информацию из интернета, она значительно возросла. Да, она растет постоянно. Это естественное приращивание аудитории, которое мы наблюдаем на протяжении всех пяти лет. И фопрогнозируем его и в дальнейшем, даже не готов сказать на какую перспективу, то есть происходит интернетизация населения, компьютеры, связь становится доступнее и, опять-таки, общество становится более мобильным. Да, там практически у каждого есть планшет, телефон. И многие новости узнают из интернета. Интернет не привязан по времени выхода, к телепередаче, газеты, поэтому понятно, что это удобно. Ты уже упомянул, что был, что называется, не был первопроходцем уже к тому моменту. Рынок, скажем так, существовал, и определенные ниши были заняты. Вот как для себя определил тот путь, который, ну, сейчас можно, наверное, констатировать, привел к определенному успеху? Все-таки Медиа Рязани – это один из самых посещаемых рязанских порталов. Отличие номер один, да, что мы ограничились информацией о Рязанской области или о Рязанской области, так или иначе касающейся. И отличие номер два, мы постарались это информационное поле как можно более расширить на тот существующий период времени. Прежде всего, за счет, так скажем, совмещения двух форматов. Да, у нас же Медиа Рязань на данный момент – это лента новостей, да, это то, что видно через главную страницу. И интернет-газета, так скажем, это большая форма, она ближе к газете. То есть это статьи, если так проще выражать, те же самые сюжеты телевизионные. Так же дайджест «Благосфера» мы первое, так скажем, начали делать на таком системном уровне. То есть вы не стесняетесь, что называется, брать и печатать не только собственную информацию, но и информацию других средств массовой информации, работающих в Рязани, стараясь таким образом дать, что называется, наиболее полную картину происходящего в городе. Да, полная, да, это так, не исчерпывающая, безусловно. То есть мы сами определяем, чтобы стараемся не совсем пересекаться с тем контентом, который был у нас. То есть, ну, поскольку мы все не можем узреть, да, то есть посмотрим, мониторим, все это делается ежедневно, даже ежечасно, смотрим, что где вышло, что интересно, где какой может быть немножко другой взгляд. Ты упомянул про «Благосферу», это действительно совершенно отдельное направление. В Москве блогеры имеют чуть ли не миллионную аудиторию, некоторые блогеры. Вот что на себя представляет на сегодняшний день, по твоему мнению, рязанская «Благосфера» и как она эволюционировала за эти пять лет? По большому счету местная благосфера по источникам делится сейчас на две больших части. Это пользователи «Ливджорнал» и остальных соцсетей, где «Львиная доля» занимается там сеть «ВКонтакте». Блогеры в «Ливджорнал» – это более личные посты, то есть они более личные, то есть, по сути, это неоплачиваемая журналистика для Рязанской области. То есть человек сам себе устанавливает какие-то правила по своим представлениям и описывает те события, свидетелем которых он стал или тех тем, о которых он хочет рассуждать или высказывает те мысли, которые считает нужным высказать на более широкую аудиторию, чем своя семья, например. Соответственно, мы берем далеко не все, берем то, что касается широкого круга лиц, кому это может быть интересно. Есть у нас очень много интересных таких блогеров, половина из них фотографы, то есть это визуализация, так скажем, нашего Рязанского края, что пользуется на самом деле довольно стабильным спросом со стороны читателя, мы это видим по просмотрам. Вконтакте, бум, так скажем, последних, может быть, пары лет, там все-таки характер чуть-чуть другой, это объединение людей по интересам, но там много информации, которую можно счесть и которая является новостной, это анонсы очень многих мероприятий, о чем мы, например, иногда узнаем только из этих соцсетей, это объединение там людей по интересам, там самое у нас характерное и громкое, что было, это велодвижение Рязанское. Так что стараемся эту нишу тоже охватывать и оповещаем о ней своих читателей, тем самым зацикливаем аудиторию. Пять лет для средств массовой информации срок немалый, но тем не менее все равно возраст юный. Что дальше, какие перспективы развития для себя, для своего единства чертин? Ну это, во-первых, быть, то есть удерживать те позиции, которые есть, так скажем, усиливать качество материалов, то есть работать над качеством, потому что аудитория тоже растет, ее запросы тоже растут, то есть уже потребуется более качественный, где-то не всегда писательный продукт. Есть направления, которые мы как ввели, так и обязаны вести дальше, там про фаблагосферу, там мы и дайджест пресса уже сказали, то есть это и наши аналитические как бы разделы подробностей свободное время, и колумнистический раздел под названием «Мнение», афиша, да, это вообще онлайн-работа, которая ведется ежеминутно. Ну, например, мало кто знает, да, то есть если люди пользуются афишей такого портала, как Яндекс, то вот могу сообщить, что там информация с нашего ресурса «Медиа-Рязани», у нас соглашение с Яндексом, и они транслируют через свою главную страницу афишу, которую делают наши люди «Медиа-Рязани». Вот это касается и анонсов, и мероприятий, и театральных сезонов, и кино. Не секрет, что сейчас расписание кинофильмов в Рязани меняется каждый день, то есть оно каждый день другое, и это тот сервис, который бросать просто нельзя, то есть день отдохнуть мы не можем себе позволить. Что касается каких-то более там грандиозных планов, то пока не готов об этом говорить, но они есть. Когда начнем их реализовывать, наверное, тогда об этом и объявим. Ну что ж, спасибо. С пятилетием, с первым серьезным юбилеем Алексея Иванова, основателя Рязанского информационного агентства «Медиа-Рязани» и одноименного информационного портала был гостем сегодняшней программы «Подробности». Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова